История о настоящей жизни в глубинке легла в основу художественного фильма, съемки которого недавно стартовали в Ногайском районе Карачева-Черкесии. За творческим процессом создания семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем» наблюдал съемочная группа «Вестей» и репортаж Артуром Хце. Год назад зрители «Тепло» встретили первую часть «Испытание аулом», где 11-летний подросток из российской столицы знакомится на малой родине своего отца с национальными традициями, культурой и бытом. Поэтому создание второго фильма было лишь делом времени. И в августе текущего года съемки семейной комедии с дополнением в названии «Ход конем» стартовали в Ногайском районе Карачева-Черкесии. Новую ленту, несмотря на наличие профессиональных работников кинематографа, можно назвать в какой-то мере общим творческим трудом, поскольку участие в создании фильма принимают и сами жители населенных пунктов. Со всех аулов приходят, помогают, с лошадьми, с реквизитом, ну, со всем тем, что нам нужно. Конечно, хочу огромное спасибо им сказать. У нас с организацией, в принципе, проблем нет. Все было интересно, все было очень хорошо. Каждый день какие-то новые ощущения, новые эмоции. Где-то, если даже были сложности какие-то, то это тоже вот часть этого всего. Ну, поэтому так, чтобы конкретно что-то запомнилось. Запоминается, знаете что, вот когда ты съемочный день отработал, ты уже едешь домой и такая приятная усталость. Скажите, а актеры, это же обычные люди, да? Да, в большинстве. Или они учились? Нет. Ну, что касается Юсупа Амарова и Эделя, они, конечно, ребята с огромным опытом, они профессиональные актеры. А остальные другие ребята, которые это зрители тех сел, в которых мы снимаем. То есть, подавляющее большинство актеров – это обычные люди, которые стали героями фильма во многом благодаря региональному союзу кинематографистов и гранту президента России на реализацию проекта в области культуры, искусства и креативных индустрий. Невооруженным глазом можно заметить, с каким воодушевлением эти люди работали на съемочной площадке, вживались в образы своих героев. Разумеется, им было на кого равняться, так как среди коллег по актерскому цеху были и профессионалы, в том числе из Казахстана. Всем пламенный привет с Казахстана, с братственного народа. Ну, новогайский народ – наш родственный народ, поэтому я очень горд, что я снимаюсь именно в этом фильме. Когда мне предложили, я с удовольствием согласился, потому что, ну, у нас язык один и тот же, в принципе, нет никакой разницы. Ну, чуть-чуть есть, конечно, но, в принципе, мы, они мне на Ногайском объясняют, я понимаю. По признанию съемочной группы и самих артистов, работать вместе им было в удовольствие. Каждую сцену хотелось выполнить как можно лучше. Диалоги на русском и на гайском они старались оттачивать до автоматизма, при необходимости поправляя друг друга. Зрители, увидевшие и полюбившие героев первой части, с нетерпением ожидают новой встречи с ними. Фильм о реальных людях и проблемах, с которыми они сталкиваются, о современных детях и подростках, их увлечениях, интересах, мечтах, сейчас проходит стадию монтажа. И когда творческий процесс будет полностью завершен, за развитием событий в комедии и испытании аулом «Ход конем» можно будет наблюдать на экранах кинотеатров. Артур Махце, Светлана Кокова, Вести, Карачаево, Черкесия, Ногайский район.